Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская, а сегодня мы в прямом эфире разбираемся в коммунальных нюансах вместе с экспертом Виктором Ивановичем Часовских, руководителем регионального центра ЖКХ Контроль. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Ну и, конечно, традиционно, когда мы говорим на эти темы, мы говорим о них в прямом эфире, 202-11-22. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, пожалуйста, к нам в прямой эфир и задавайте моему сегодняшнему эксперту вопросы ваши. Ну что же, Виктор Иванович, я предлагаю начать разговор именно с новшеств. Как раз вот весной их произошло несколько, поэтому давайте обо всем по порядку, ну и начнем, наверное, с самарцев, что уже произошло этой весной, а конкретно с 1 марта. Ну давайте начнем с того, что в первом квартале 2023 года, это январь, февраль, март, до конца марта должны быть выполнены следующие действия. Первое. Отчет управляющей компании об итогах работы за 2022 год. То есть управляющие компании должны отчитаться перед собственниками о том, как они работали в прошлом году, сколько денег собрали, какие виды работ сделали, сколько это стоило, какие проблемы были, сколько обращений, жалоб и так далее и тому подобное. Это первое, что должно сделать. А чтобы понимать, как это вообще должно было происходить, общее собрание жильцов в электронном виде, в чатах, в соцсетях. Значит, смотрите, по большому счету управляющая компания должна провести собрание и довести до собственников эту информацию. С председателями МКД, наверное, да? Да. Первое, они должны довести эту информацию до председателя совета дома, а дальше уже выносить на общее собрание собственников. Если этого не сделано, они отчитываются в системе ГИС ЖКХ. То есть любой собственник, имея личный кабинет в ГИС ЖКХ, может войти и посмотреть отчет управляющей компании по итогам 2022 года, как она работала. Найти это несложно, да? Это все доступно. Это система ГИС ЖКХ, личный кабинет, и там отчет управляющей компании можно найти, да. Да. Дальше, что нас еще ждет до конца первого квартала? Да. Это корректировка платы за отопление. То есть ресурсоснабжающая организация должна произвести корректировку платы за отопление. Это касается тех домов, которые имеют общедомовые приборы учета, но платили они либо по нормативу, либо по среднему в течение 12 месяцев. То есть не по факту. Если по факту, то корректировки нет. По факту вы имеете в виду, если подавали показаниям прибора учета? Да, да, да. Или если прибора учета в доме нет, то там тоже корректировки никакой не будет. Там по нормативу и все, больше нет ничего. То есть это второе. И третье. Впервые в этом году управляющие компании должны произвести корректировку платы за коммунальные услуги на содержание общего имущества. Да. Это холодная, горячая вода, водоотведение, электроэнергия. То есть мы с вами ежемесячно платили за эту услугу. Эту услугу выставляет управляющая компания. Но, опять же, если в доме стоит общедомовой прибор учета, то теперь за весь 22-й год управляющая компания должна сделать корректировку. Если мы с вами не доплатили за те объемы, которые показал общедомовой прибор учета, то мы должны будем доплатить. Если переплатили, нам вернут счет будущих платежей. Спасибо, Виктор Иванович. Продолжим. И у нас есть звонок от телезрителей. Мы слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У нас управляющая компания «Ключ». И она нам в конце 22-го года, там, ноябрь, декабрь, так, за три месяца, выставила очень большой счет за холодную воду. Придел 400 рублей за один месяц. Это получается, что мы жильцы переплатили почти за 500 кубов. За кого бы правомерными вот это такое действие вот нашей управляющей компании. Спасибо большое, Виктор Иванович. Значит, управляющая компания должна выставлять за холодную горячую воду водоотведение электроэнергию на содержание общего имущества. Если собственники не приняли решение об оплате по прибору учета, по общедомовому прибору учета, потому что надо понять, стоит общедомовой прибор учета в доме, да, а в него, допустим, в дом вошло 100 кубов холодной воды, образно говорю, да, посчитали, сколько люди потребили по квартирам, 80 кубов. От 100 отнимается 80, остается 20 кубов. Вот эти 20 кубов должны оплатить собственники. И вот это постановление, которое вышло в сентябре прошлого года, 92-е, оно как раз сказало о том, что все, что вошло в дом, все коммунальные услуги, за все должны платить собственники. Если раньше было несколько по-другому, что собственники должны платить только норматив, а все остальное – это потери, и это вина управляющей компании, и она должна их оплачивать, то сейчас все переиграли, сказали, все, собственники платят. Так вот в данном случае, в данном случае надо смотреть, я просто не знаю, какие объемы, есть ли прибор учета, да, но то, что она выставила вам, надо разбираться. Еще раз говорю, проверить. Если было решение, опять же, что оплачивают по общедомовому. Если по общедомовому, то тогда должны собственники полностью оплачивать то, что вошло в дом. То есть это должно быть все равно документальное зарядное. Здесь надо смотреть, я сразу говорю, что по вопросам начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, необходимо обращаться в государственную жилищную инспекцию. Там есть отдел, который проверяет правильность, потому что вот сейчас непонятно, есть ли общедомовой прибор учета, как производились начисления по нормативу, по среднему. И что, и сейчас, вот в соответствии с этим 92-м постановлением, если управляющая компания уходит от вас, то она в последней квитанции должна сделать корректировку за коммунальные услуги на содержание общего имущества. И новая управляющая компания начинает с нуля. Спасибо, Виктор Иванович. Продолжаем общение в прямом эфире, 202-11-22. Дозванивайтесь к нам, уважаемые телезрители, как это сделали вы. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Иванович, вот у меня такой вопрос, у меня очень приятный. Что вот такие две большие организации, Энергосбыт, Т-плюс и Экостроевизор, они что, нищие такие? Почему с нас, пенсионеров, берут такие большие комиссии на почте? Молодежь сидит в интернете, у меня нет интернета, и не будет, я в старой папке. Через терминал я не могу отглачивать по причине, по поводу зрения. Ну, посчитайте, сколько я за год отдам комиссии, а у меня пенсии 12 тысяч. Ну, неужели нельзя заключить договор с почтой вот этим двум организациям? Большим, с большими комиссиями. Извините, пожалуйста, Горис. До свидания. Спасибо большое вам за вопрос. Спасибо, да. Я с вами полностью согласен. И мы специально вот в общественной палате собирали всех региональных операторов, все ресурсоснабжающие организации по поводу того, что, уважаемые, давайте как-то решать эту проблему. Потому что по закону... То есть проблема известна. Проблема известна, да. По закону, в любом случае, любая ресурсоснабжающая организация должна иметь хотя бы один ресурс, где можно оплачивать без комиссии. А сейчас они ссылаются на то, что этот ресурс ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ в личном кабинете через кошелек можно платить без комиссии. Да, но не всем это подходит, к сожалению. Поэтому давайте мы в любом случае будем еще говорить с ними. Да, они должны заключить договор с почтой, с банками на то, чтобы не брать эту комиссию. Но не всегда у них это, видимо, получается, потому что тоже считают деньги. Но надо исходить из того, что лучше жителям, в интересах жителей. В интересах, да, тем более еще и пенсионерам. Тем более пенсионеры не все дружат с интернетом, да, нет возможности. Поэтому какие-то ресурсы должны быть. Мы делали и они публиковали, насколько я знаю, сейчас некоторые ресурсоснабжающие организации публикуют на обратной стороне квитанции, где можно платить и где можно платить без комиссии. Надо посмотреть просто. Вот так же обратите внимание, да, и вот на этот эксперт. Посмотрите на квитанции, да. Ну что же, продолжаем, Виктор Иванович. И я призываю дозваниваться, 202-11-22, есть у вас такая возможность. Задавайте любые вопросы. Мы сегодня говорим и о корректировке тарифов. Если вдруг вас не устраивают цифры квитанции, Виктор Иванович подскажет путь, что делать, по крайней мере, да, чтобы как-то, ну, облегчить жизнь в этом направлении. Виктор Иванович, вот давайте, за что конкретно будет производиться корректировка? Мы говорили про перерасчет платы отопления и горячую и холодную воду. Вот давайте вот об этом поподробнее. Ну, отопление, как я уже сказал, отопление, оно у нас уже не первый год производится, корректировка, да, это те дома, которые имеют общедомовые приборы учета, но мы платим по нормативу, либо по среднему в течение 12 месяцев. Значит, сейчас опрос в прошлом году мы проводили, жители области, относительно того, что готовы ли жители платить по факту. То есть так же, как в квартире. Месяц прошел, показания приборов учета сняли, разделили на всех, и люди оплатили. Тогда никакой корректировки не будет. Поэтому вот надо исходить из этого. Да, спасибо. Давайте послушаем ваш вопрос. Вы дозвонились к нам в прямой эфир. Говорите. Здравствуйте. 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 Я вам хочу задать вопрос такой. Почему? Почему сотрудники берут слишком много денег, Сотрудники какие? Вы задавайте вопрос, не отвлекайтесь на эхо, и убавьте, пожалуйста, телевизор. Сотрудники ПТКХ. Так. Убавьте там это немножко, а то громко. Уважаемые телезрители, вы убавьте, пожалуйста, звук у себя на телевизоре, не будет у вас эха, и полностью задавайте ваш вопрос. Ну, это то же самое, видимо, по оплате. Да, сейчас уберут. У нас время в эфире ограничено. Пожалуйста, сформулируйте вопрос. Это я сейчас ко всем обращаюсь. И задавайте его и дозвонить. Мы, к сожалению, сейчас вас снимаем. Скорее всего, это опять же вопрос по корректировке. При оплате за жилищно-коммунальные услуги берут вот эту комиссию. Скорее всего, это этот вопрос. Давайте, если есть такая проблема, действительно она остро стоит. Я знаю, что и люди обращаются и по этой проблеме, и по проблеме передачи показаний приборов учета. Тоже есть вопросы относительно того, что робот принимает, и не всегда он может распознать то, что мы говорим. Это тоже проблема есть. Я думаю, мы в апреле месяце соберем, пригласим все ресурсно-направленные организации. У меня мысль такая есть. Поговорить вот по начислениям. Потому что среди всех вопросов, касающихся ЖКХ, проблем ЖКХ, по крайней мере, на первом месте это начисление платы. Люди не понимают, как это происходит. А как это происходит? Сейчас же у вас есть такая информация. Можете вот сейчас сказать? И, конечно же, как жителям самим проверить правильность начисления? Многие ведь этого совершенно не знают. Абсолютно согласен. И не касаются, и делают это. Я вам скажу так. Начисление платы производится за коммунальные услуги в соответствии с 354-м постановлением. Оно достаточно большое. Там очень много формул. Сложные формулы. И просто человек со стороны вот просто начнет проверять, он не поймет этого. Значит, есть обучающий вебинар. Примем звонок. Давайте. Продолжим потом, да. Слушаем вас очень внимательно. Говорите, пожалуйста, в прямом эфире. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в гости в проекте. На свой керамике и пульсе монастыческого чпика. Раньше мы в 2015-м изобретали все показатели коммунального услуги для управляющих компаний. Здесь управляющие компании откинили. Это все снили. И я не передаю нам осенненную степанцию. Что-то непонятно. Простите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Послушайте. Погромче немножечко говорить. И почетче мы вас, к сожалению, не понимаем. Давайте еще раз вопрос. Живем на монастыке. Так. Настрой керамики. Задавайте вопрос. Настрой керамики. Слышим, слышим. Так, дальше. Управляющая компания раньше откушивала одним счетом все наши показатели. А теперь она отдала эти поставщикам отдельные. Мы целый месяц привязаны к этим показателям. То с первого по седьмое, то с седьмого по пятнадцатый, с пятнадцатого по двадцатый. Нельзя ли как-то повлиять на вот этот, чтобы вам все эти все как раньше отображалось. Именно в пушкой в проекте. Все, теперь ясно. Спасибо. Значит, первое. Значит, по поводу того, что раньше управляющая компания одну платежную квитанцию выставляла, и там было все. Значит, либо вы приняли решение о том, что перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Сейчас это можно. Либо ресурсоснабжающая организация, если управляющая компания плохо платит, несвоевременно возвращает деньги за те ресурсы, которые она собирает, ресурсоснабжающая организация сама может выставлять свои квитанции. Поэтому здесь два варианта. Не знаю, какой у вас, но два варианта возможно. А почему такой короткий промежуток времени с пятнадцатого по двадцатый? Это показания приборов учета, я понял, да? Значит, вот в апреле, еще раз говорю, будем приглашать ресурсоснабжающие организации и будем говорить об этом. Потому что по этому вопросу тоже много обращений. Одни принимают до пятнадцатого, другие до двадцатого и так далее и тому подобное. То есть надо передавать показания в разное время. Желательно, чтобы это было одно, но я сразу говорю, если вы имеете возможность пользоваться интернетом, в системе ГИС ЖКХ, в личном кабинете, вы в один день можете передать все показания прибора учета у себя в квартире. Там все приборы учета есть, и показания вы можете сразу передать одним днем. Они уйдут везде. – Петр Иванович, так что делать телезрительницы? Ведь если заключали договора напрямую с ресурсоснабжающими организациями, должны они об этом знать, по крайней мере. – Сейчас ведется опять речь о том, что единую платежный документ делать. Но пока это не принято. – Спасибо. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. – Преговорите, пожалуйста. Алло. – Здравствуйте. – Слушаем вас. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Скажите, пожалуйста, почему у вас квитации? У меня пенсии 14 тысяч долларов получают, и сразу же оплачивают в пене квитации. А почему в пене берут некоторые ресурсоснабжающие квитации? – Организации. – Значит, смотрите, по поводу пеней. – Спасибо. – Спасибо, да. Мы с вами должны до 10 числа следующего месяца оплатить предыдущий месяц. Вот сегодня у нас март. За март мы должны оплатить до 10 апреля. Но имейте в виду, у нас еще есть 30 дней для оплаты без пене. То есть еще 30 дней мы можем не платить, и пене нам начислять не должны. Кто начисляет пене, как это начисляет, надо разбираться. Но еще раз говорю, пене начисляется с 31 дня того, когда мы должны были оплатить. Я обращаюсь просто к пенсионерам, которые получают пенсии, допустим, 15, 16, 20 числа, да, вот во второй, в третьей половине месяца, да. Но надо платить до 10, и они волнуются, что нам делать. Я прошу вас, не беспокойтесь, собирайте квитанции. И после того, как вы получите все квитанции, идите оплачивайте. Начисления пене не будет. – А почему здесь в данном случае возникает такой вопрос, Виктор Иванович? – Да, надо разбираться, может быть, какой-то долг был, может быть, предыдущий долг какой-то был, и пене эти пошли. Надо смотреть, потому что просто так я не могу сказать, и никто не скажет. – Или, допустим, 3-4 месяца не платили, потом накопилось, потом заплатили на все, и все равно пене будут, да? – Конечно, тогда пене будут, да. Поэтому не спешите. Единственное, что влияет, и я знаю, волнует, это получение субсидий, когда вот это вот все затягивается, позже они приходят. Но, еще раз говорю, 30 дней у нас есть без начисления пене. Поэтому не спешите. – Но если все-таки ошибка произошла, как говорит сейчас наш телезритель, если вы сомневаетесь в том, что что-то в квитанции неправильно, расчеты неправильно, появились какие-то пени, да, прошу вас, обращение в Государственную жилищную инспекцию, прошу проверить правильность начисления платы за такой-такой-такой-такой-то коммунальный ресурс. Копии квитанции за три месяца прилагаю, и вот тогда ГЖИ будет смотреть все это и проверять. Еще один вопрос, который порой возникает, что приходит квитанция, а там долг написано. Да, люди возмущаются, как так, я вовремя все плачу, а долг появился. Значит, по бухгалтерии расчеты ведутся по состоянию на первое число. То есть мы с вами, как правило, платим 10-го числа, то есть первого мы не заплатили, мы уже должники. И по бухгалтерии вот эта вот сумма переходит на 10-е число. Поэтому тоже не стоит волноваться, если там написан долг, да, это предыдущий месяц прицепился. Поэтому тоже не волнуйтесь, хотя многие звонят, говорят, откуда этот долг, я плачу все. Ну, вот такая вот ситуация, это бухгалтерия. Хорошо, Виктор Иванович, пока мы ждем звонков от вас, уважаемые телезрители, время в программе у нас еще есть. Дозванивайтесь 202-11-22. Давайте поговорим о начислениях за твердые коммунальные отходы, Виктор Иванович, что здесь нового? Значит, с 1 марта вступили в силу поправки, которые позволяют производить перерасчет при временном отсутствии потребителя более пяти суток за твердые коммунальные отходы при расчете с квадратного метра. То есть у нас во всех городах за ТКО мы платим с квадратного метра. И раньше, если мы уезжали куда-то, перерасчета делать было нельзя. Сейчас эти поправки приняли, и с 1 марта они вступили в силу. То есть если вы уезжаете более пяти суток в санаторий, в командировку, в отпуск, неважно куда, на дачу уезжаете, сейчас летний период начнется, то вы можете произвести перерасчет. Для этого необходимо написать заявление региональному оператору ТКО, в квитанции у вас это все написано, где он, адрес и прочее. И приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Билеты, командировочное удостоверение, справку садово-дачного кооператива, если вы где-то находились там. И на основании этого региональный оператор должен будет посчитать, что если вы отсутствовали, допустим, полмесяца, а вы одна живете в квартире, да, то с вас половину снимут платы, которые выставляют ежемесячно, да. Если вы вдвоем живете, а отсутствовал один, то тогда одну четвертую снимут. Понимаете? То есть по квадратным ветрам, но делится на двоих, и с половиной будет сниматься. А вот у меня такой вопрос, ну действительно ли там большая переплата, как говорится, стоит ли заморачиваться с этим, собирать документы, писать заявление, насколько это вообще трудозатратно по времени, я имею в виду, чтобы вот этот перерасчет сделать. Вот, все зависит от того, сколько вы платите. Так. Вот смотрите, если площадь большая, то вы, соответственно, больше платите. А я скажу больше, у нас в черте городов есть частные дома, а у них площади достаточно большие, и выставляют им достаточно большие суммы. Поэтому есть смысл этим заняться, потому что худо ли, мало, но я думаю, если вы много платите, то половину недоплатить в месяц, я думаю, это будет серьезно. То есть от пяти суток, если человек отсутствует. Да, более пяти суток, да. Более пяти суток. Более пяти суток. Так, хорошо, продолжаем ждать ваших звонков, 202-11-22, дозванивайте, уважаемые телезрители. Виктор Иванович, хотел еще спросить вообще, какие еще новшества в жилищном законодательстве? Значит, смотрите, сейчас в апреле месяце мы начинаем опрос жителей по оценке деятельности управляющей компании. Это в июне месяце будет опубликован рейтинг управляющей компании, что они из себя представляют, как они работали в 2022 году. То есть им ставятся оценки. И вот в системе рейтинга будет отдельный блок оценка жителями работы управляющей компании. То есть помимо других ведомств, да. Да, там ГЖИ дает оценку, органы местного сумму управления, все там есть, да. А здесь сами жители. Эти анкеты, там будет 5 вопросов, мы будем рассылать через общественные палаты городов, общественные советы, через ТОСы, через управляющие микрорайонами. Плюс есть сайт, я прошу запомнить его, жкхконтроль63.рф. Все слитно. Есть звоночек, Виктор Иванович. Обязательно продолжим про рейтинг. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вообще-то прожила на даче всего лета 5 месяцев. Приехала с ТОСы, замуж задала вопрос, что я не жена дома, я сразу убрала сдачу на мастер. Они мне сказали, что вы были на даче, а творите вас в городе, вы платите за площадь. И я полностью до 5 лет с половиной отсутствия спросила. Все правильно, да. Все правильно. Так было. Потому что задано общество. Так было. С 1 марта 2023 года вам могут сделать перерасчет. Если вы обратитесь. Да, если вы обратитесь, да. Давайте еще вот для этой телезрительницы повторим механизм. Необходимо. Она уже делала, обращалась. Пишется заявление региональному оператору, прошу произвести перерасчет платы за твердые коммунальные услуги за такой-то период, за столько-то дней. Ввиду того, что, допустим, выезжала на дачу там и прочее, копия справки или справка о том, что я находилась там-то, там-то, прилагается. Все. И вот на основании этих документов региональный оператор должен сделать этот перерасчет. Да, в прошлом году его не было. Правильно она говорит. А вот с марта этого года он начал действовать. Ну, а за справку, я так думаю, что можно обратиться к председателю СНТ. Да, к председателю СНТ, да, они дают, да, такие справки, да. Так, хорошо. Ну, и продолжим как раз по твердым коммунальным отходам. Значит, по управляющим компаниям, по рейтингу управляющих компаний. Так вот, мы сейчас собираем эти анкеты. В апреле мы запускаем эти анкеты. Они будут собираться по каждой управляющей компании. Там пять пунктов и оценки от нуля до пяти. То есть, как в школе. Ну, единица, двойка, тройка, четверка, пятерка. По каждому пункту надо проставить оценку. И потом среднее мы будем брать и считать, какая управляющая компания, сколько получила баллов по каждому пункту. И, соответственно, сколько она получила. Максимальное – 25 баллов, да. А минимальное – ноль. По всем пяти пунктам по нулю поставили. И такие управляющие компании были у нас, кстати. То есть, вот эту анкету можно взять в ТОСах, в управляющих компаниях. Можно ли обнаружить? В управляющих компаниях я бы не хотел этого делать. Потому что, ну, как они сами себя будут оценивать. И я сомневаюсь, что они будут всем давать. Будут давать, может быть, тому, кому можно давать, кто хорошо оценит. Я бы этого не хотел. Поэтому мы стараемся вот через общественные советы, через общественные палаты, через ТОСы, через управляющие микрорайоны. Вот это вот все сделать. И еще раз говорю, вот сайт gkh-контроль-63.rf. Там можно заполниться онлайн. Там есть опросы, и там есть провести опрос деятельности управляющих компаний. Виктор Иванович, примем звонок. Наверное, последний сегодня. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Говорите. Алло, можно говорить? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Не слышим вас. Живете в одной квартире. Дальше. Да. А тут у нас закрыты. Так. И вот есть дом, который обращает. Вот там кто-нибудь взрослыйся. Я тоже не понимаю. Вы простите, пожалуйста, вы никуда не торопитесь и почетче нам донесите вопрос. Я правильно, наверное, понял, что две квартиры есть, да? Да. В общем, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу. У нас морожные квартиры, у нас там все пустят. Значит, смотрите, давайте. Да, это не то, мы там можем спать, значит, да? Так, вопрос. С мая по октябрь. Что, плохо слышно? С мая по октябрь. Вот тогда, вы едут там, где расчеты едут. Значит, если вы живете где-то на даче с мая, там, да, по октябрь, вы берете справку, да? Значит, только обейте в виду, справка там действительно в течение, сколько сейчас скажу, 30 дней вы должны, после того, как уехали, вы должны представить этот документ. И справка действительно в течение 6 месяцев, то есть она выдается на 6 месяцев, не больше. За одну квартиру там, где вы живете, вы платить не будете, потому что вам сделают перерасчет. А по второй квартире, если у вас есть, надо тоже обратиться в управляющую компанию, что вы там не проживали. В этой квартире, да, в управляющей компании взять справку о том, что вы там не проживали. Это может быть даже справка, допустим, если система охраны, у вас есть договор, да, вы можете с этой службы взять справку о том, что квартира не вскрывалась. Либо вы опечатали приборы учета, холодной и горячей воды, и управляющая компания вам подтвердит, что вы там не проживали. Это тоже будет являться основанием для того, чтобы сделать перерасчет. Ну что же, Виктор Иванович, благодарю вас за, как всегда, ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Тест» с Виктором Ивановичем. Мы непременно встретимся в следующем месте, о чем вас заранее оповестим. Всего хорошего. До свидания. До свидания.